Здравствуй, YouTube! Настала очередь разгрома Хиндерера. Ну, давайте так. Значит, тоже дорогущие ножи, тоже особый дизайн, именной, тоже фреймлок без сухаря, титановый, S35VN, ну и кусок G10, так сказать, бонусом. Какие есть плюсы? Ну, я, честно говоря, у этого ножа вижу только один единственный плюс. Это очень ухватистая рукоять с хорошим упором. И второй, ну, ладно, два плюса. И второй плюс, это хорошо термообработанная, в отличие от Сибензы, с пластилином очень дорогим, очень здесь удачно термообработанная S35VN. В заточке она четко показывает свой совершенно иной характер. То есть, если у Сибензы можно заусенец гонять туда-сюда на каждом абразиве, там, 5-6 раз, то здесь на мелких камнях, мелкозернистых, заусенец был практически минимальный и снимался одним движением с обратной стороны, а на крупных абразивах 3-4 раза на 200-м алмазе, и, собственно, заусенец исчез. Это хорошо. Это говорит о закалке на большую твердость, учитывая, что и Тайта сталь одинаковая, да, и износа стойкости здесь одинаковая по сути своей. Вот. Поэтому мы говорим о большей твердости закалки. Это хорошо, это, ну, все-таки это правильно. Другое дело, что здесь и гринд у особенно крупной модели, да, такой, который, ну, грех как бы не сделать с такой прочностью клинком более хрупкую сталь, да, как бы, ну, сделать больше твердость, немножко пожертвовать пластичностью. Вот. Теперь объективные минусы. Ну, наверное, из объективных минусов это только крайне своеобразный осевой узел. Зачем делать его из двух половинок, как бы, которые обе надо держать и крутить инструментом, я не знаю. Причем, ладно, как бы, ну, вот здесь вот он не выпендривался, сделал прямой шлиц, честь ему и хвала. Ну, нафига было вот здесь выпендриваться? Ну, вот как это? Вот зачем это? Ну, то есть, да, страйдер делает то же самое, и вот они. Ну, это же ужасно. Прямой шлиц чисто теоретически позволяет подручными средствами подтянуть разболтавшийся осевой узел. Но это невозможно с этим ножом, потому что вот такой же прямой шлиц должен был бы быть с обратной стороны, чтобы человек мог по-человечески, как бы, двумя монетками это сделать. А вот так это нереально. Осевой просто прокручивается, если он на фиксаторе. А если он не на фиксаторе, он в основном разболтывается. Вообще, такое я видел на копии, и с этой жалобой поступили оба этих ножа от хозяина. Поэтому это крайне своеобразно, и это, я считаю, достаточно большой минус. Потому что если нож ты не можешь подтянуть в полевых условиях, то это нехорошо. При этом, если вдруг кто не знает, в оригинальных хиндерерах, в копии металлические шайбы, которые я видел, здесь пластиковые шайбы, второпласт. Ну, это дает, в принципе, хороший ход клинка при полном отсутствии люфта. Но ход клинков был, кстати, не такой уж и хороший на этих оригиналах, при отсутствии люфта на одном и в присутствии люфта на другом. Отчасти это было связано с загрязнением, отчасти с тем, что очень грубо обработан клинок. Вот этот вот stonewash, он такой же абсолютно и в осевом узле. И поэтому шайбы, в общем-то, ну, скользили неохотно. Поэтому ножи прошли глубокую очистку второпластовых шайб и полировку пятна контакта клинка с шайбами. После этого ход стал шелковый абсолютно. И как бы вы мягко не нажали на флиппер, клинок все равно выскочит. А если нажать с адекватным усилием, то клинок выскакивает именно. Это хорошо. У оригинального ножа такой механики не было. Ну, у копии в свое время тем более. Маленький нож, почему лучше выскакивает, вот это прям чувствуется, скажу. Потому что шарик его сильнее держит в исходном положении. Так вот, что нужно сказать из субъективных, да, скажем так, минусов. Мое отношение к дизайну, к конструкции ножа. Есть плюсы, да, ножи прочные, выносливые, тут ничего не скажешь. Есть минусы, это их единственная, ну, скажем так, это их единственная функция, быть прочными. Все остальное эти ножи будут делать не очень хорошо. Почему? Потому что с таким флипером резать на плоскости сложно, да. Понятно, что флипер мешает. Причем, прошу прощения, причем речь не идет о резе на доске. На доске как раз можно резать легко. Доска, она выше, да, или можно поставить на край стола, и флипер будет у вас здесь. И режьте себе на здоровье на доске, а у вас рука ниже. Вот, речь идет именно о резе на плоскости. И так как рез на плоскости у нас выпадает, потому что будет работать только вот эта часть клинка, то получается, что резать надо в висе. А когда режешь что-либо в висе, то очень часто разрезаемый материал, он скатывается с режущей кромки и попадает в чойл. И начинает рваться, естественно. Или просто рез останавливается, да. Поэтому вот этот вот нюанс с вот таким огромным чойлом, который позволяет схватить нож так, а позволяет схватить так, правда со своей заточкой я бы все равно не рисковал вот это вот делать. Это очень странное и спорное решение. Не могу сказать, что оно мне нравится. Что дает этот чойл так отчасти? Отчасти он позволяет сделать вот нечто вот такое вот. Держать нож так, перехватить его, несмотря на крупный размер, и ограничить длину клинка, например, когда вы втыкаетесь в коробочку, разрезаете скотч, чтобы не повредить то, что там ниже в коробочке это лежит. Вот. Но в принципе, да, товарищ Хиндер, насколько я знаю, он пожарный спасатель, там что-то в этом духе. Я бы не сказал, что этот нож в целом хоть как-то имеет право называться ножом пожарного спасателя по той простой причине, что он все равно по прочности, если нужен прочный нож, уступит любому, абсолютно на любому фиксу, ну адекватному, вот, а того же веса, сформулируем так. А во-вторых, все остальные вещи, которые нужны, то есть разрезать стропу вот этим хуже, тем более с таким чойлом, веревку там, да, сделать какую-то медицинскую манипуляцию, там, коникотомию, например, то есть, а не важно, не буду объяснить, вот, тоже таким ножом крайне проблематично, то есть, все это крайне непонятно, и, на мой взгляд, тоже слишком много маркетинга в дизайне и позиционировании этого ножа. Нельзя назвать этот нож плохим, но я бы назвал этот нож никаким, потому что складной нож по определению в большей степени, да, практически всегда попадает в определение EDC, раз он складной. И, ну, если это не Benchmade Adamus, например, хотя я знаю людей, которые DC-шат его, и это тоже адекватно, на мой взгляд. Так вот, но у Benchmade Adamus гораздо более грамотный дизайн, и он и прочнее, и надежнее, и сподручнее вот этих ножей. Так вот, отвлеклись. Так вот, здесь тоже реально много маркетинга, здесь больше слов, чем дело. Потому что, с точки зрения дела, продукты им резать неудобно. Он тяжелый, он большой. Его удобно держать, но им неудобно работать. Строй клинка ни разу не для реза. Конечно, если его как следует заточить, он будет резать, но строй клинка все равно не для реза. При этом поднимать им люки, ну, все равно страшновато, потому что он банально дорого стоит. Так вот, и возникает вопрос, зачем, в принципе, нужны эти ножи, да? У меня, например, есть Kaiser, который сделан по образу и подобию. Так вот, Kaiser этот был бы четко, ровным счетом в той же самой категории, если бы не одно но. Он красивее. Он реально просто тупо красивее и легче. У него тоньше титан, у него тоньше-меньше рукоять. Титан красиво анодирован. Плашка G10 не вот такой адской толщины, а очень небольшой толщины, поэтому он, как это ни странно, очень удачное сочетание. Он хиндереровский клинок по идеологии, запихнутый в рукоять от джентльменского ножа. Поэтому, положа руку на сердце, положа руку на сердце, Kaiser, он как бы совсем другой. То есть, вот он совсем другой. Он изящнее, элегантнее. У него меньше вот этот вот, значит, спорный, очень спорный чойл. Он реально меньше. У него проще форма рукояти, поэтому больше рук ему подойдет, да, скажем, большему количеству рук она подойдет, эта рукоять. Он действительно тоньше, гораздо тоньше. Вот. Большой модели. И если взять маленькую модель, видно, что, в принципе, вот он больше соответствует, естественно, размерам маленькой модели, хотя по длине режущей кромки он обыгрывает даже большую модель. Так вот, он тоньше даже ее, легче, воздушнее. При том, что по прочности и по всем остальным параметрам он ее превзойдет. Во-первых, осевой узел тоже достаточно крутой. Во-вторых, шайбы металлические. В-третьих, бонки хоть и изящнее, но тоже достаточно массивные. То есть, замковая часть, в принципе, да, как бы сопоставимых размеров. Посему, если быть очень честным, вот Кайзер, он реально такой переосмысленный хиндерер, да. И хиндерер с исправленными ошибками, с, как сказать, с грамотным предназначением. А вот оригинальные хиндереры для меня это вообще загадка, просто загадка. Как она есть, честно говоря, так. При том, что Кайзер, кстати, гораздо выгоднее по цене и гораздо симпатичнее на вид. Я не понимаю людей, которые стремятся к хиндереру, покупают его, а потом используют. Я советую обратить внимание на другие ножи и в том числе еще и на зеро толерансы от хиндерера, потому что они просто грамотнее, на мой взгляд, гораздо грамотнее. И толковее, чем оригинальный хиндерер. Вот как-то так получилось про хиндерер. Последнее, что скажу, то есть я стараюсь говорить объективно, да, с точки зрения своей колокольни. То есть не серии там «мне не нравится просто», а я пытаюсь объективировать свое это мнение, личное мое мнение, тем, что я объясняю, почему мне не нравится. Но, безусловно, это мнение все равно остается, что называется, имхой, да, как бы. И я его никому не навязываю, я просто его озвучиваю. Просто по поводу Сибензы пошли, как бы, разговоры в комментариях, которые были абсолютно ожидаемы. И сейчас я, ну, как бы, просто пытаюсь заранее предупредить тех, кто хочет наброситься с тем, чтобы меня попереубеждать. Меня переубеждать не надо. Если у вас другое мнение, ради бога. Альтернативное мнение вы можете озвучить, я буду рад его прочитать, но с 90% вероятностью я понимаю, какое альтернативное мнение вы озвучите. Я допускаю, что есть люди и есть предназначение ножа, какое-то нераскрытое мною. И есть люди, которые, как бы, кайфуют с этого ножа, потому что любовь, она, как бы, зла у нажимана. И поэтому, ну, елки-палки, если вам нравится, то, конечно, нравится. И мое личное мнение о вашем ноже, как бы, оно ничего для вас не должно значить. Но, конкретно, я считаю, что что Сибенза, что вот это, это просто маркетологические пузыри, которые, в принципе, лопаются, как только ты грамотно, с точки зрения практики, подходишь к ножу. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания.